Что происходит на Западном революционном фронте, вы знаете, что в эти годы вся Европа бредила революцией, как до Октябрьской революции, так и после. Плюс, конечно же, возникает фигура женщины нового типа, потому что новый революционный мир требовал новую женщину новый быт, новый гендерный порядок, новая мода, новые стандарты поведения, новые правила, новые нормы и новые аномалии. Ну и новые типы труда, агитационная работа, работа пропагандистская, в том числе военная служба. Вот через все эти вещи, как мне кажется, понятие революции раскрывается наиболее полно. И здесь мы видим, что революция — это не конкретное событие, даже не тема, а большой исторический пласт, такой комплексный исторический нарратив, занимаясь которым мы можем последить, собственно, как был построен новый мир и насколько он был новым. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что революция остается конкретным событием, и кульминацией всех этих вещей все-таки стала Октябрьская революция 1917 года. Но на нее смотреть можно очень по-разному. И здесь есть следующий слайд, на котором видно, что я снова задаюсь вопросом о том, что такое революция. Почему вообще уделяет ему столько времени, не перехожу сразу к роману и к литературному нарративу. Дело в том, что, как мне кажется, особенно в последнее время, когда говорят о русской истории, очень часто прибегают к такому эклектичному подходу, где все события, все феномены, в том числе эстетические феномены, литературное произведение или художественное произведение изобразительного искусства, все они некоторым образом уравниваются в правах и являются собой такое пестрое разнообразие. Их объединяют какой-то широкой тематической рамкой, например, это 60-е, это все, что относится к стилягам, это живопись социалистического канона. И вот здесь мы видим три репрезентации революции. Первая — это картина «Новая планета», в 1921 году она была нарисована, это картина русского, советского художника Константина Егорова, она посвящена революционным событиям и рассматривает революцию как такое событие планетарного масштаба. А справа или слева, ближе ко мне, мы видим калаш Давида Бурнука, известного футуриста и друга Яковского. Калаш был в 1921 году, был сделан. И здесь мы видим другую революцию. Это художники совершенно разной судьбой. И он стал работать на социалистический канон, Бурлюка мигрировал. Ну, в общем, не вдаваясь в подробности, не буду вдаваясь в подробности, на первом плане мы видим социалистический плакат. И все это так или иначе имеет отношение к революции. Так вот, мне бы хотелось в своем рассказе избежать этой эклектичности. Если вам покажется, что я мешаю несмешиваемые вещи, вы мне, пожалуйста, потом скажите. Мне кажется, это имеет смысл обсудить. В общем, да, я выступаю против такого постмодернистского смешения, за историческую конкретизацию. И именно поэтому я предлагаю посмотреть на революцию в женских романах не с точки зрения того, как ее видели разные женщины, как они ее чувствовали, как они ее переживали, а учитывая исторические обстоятельства, дать ответ на вопрос, чем стала революция для этих женщин, и что она им дала. То есть, фактически, да, вопрос на агит-плакате сформулирован верно, но в моем случае, что дала революция не работнице-крестьянке, а что дала революция женщине. И можно сразу выделить ключевые темы, которые в литературном нарративе представлены. Их всего шесть, вы видите, с одной стороны это сексуальная эмансипация, право на секс и любовь, новые формы отношений, в общем, всяческое освобождение от сексуальных предрассудков. Мы к этому еще вернемся и посмотрим, почему это привело. Хроника политической борьбы, хроника революционной борьбы, от борьбы с самодержанием до борьбы с контрреволюцией, женщина на войне, ее быт, ее поведение, отношения с людьми, как она влюблялась, как она умирала, какой она была до войны, во время войны и после войны. Тема самопожертвования героизма, конечно, здесь очень важна, причем не только для фигуры женщины-бойца, женщины, которая скачет с шашкой на коне на Южном фронте гражданской войны, но и самопожертвования, которые проявляются в агитационной работе, в работе с беспризорниками, например, в партийной работе, когда женщины жертвовали собственными интересами, желанием, например, создать семью ради того, чтобы заниматься построением нового мира. Ну и, конечно, самопожертвование в таком обыденном смысле, жизни ради других, жизни ради другого, это самопожертвование, которое происходит в таком быту каждый день, когда голод и страшное непредсказуемое время, и женщины выбирали чужих детей, работали на трех работах и так далее. Потом очень важная тема, так называемые смычки города-деревни, я здесь использовала ленинскую фразу, но действительно сравнение сельской и городской жизни, это очень важная тема для женской революционной прозы, потому что жизнь деревенской женщины, девушки, которая ехала в город после революции и незадолго до революции, а после в массовом порядке женщины ехали в город, это означало кардинальную перемену, и та пропасть, которая существовала между жизнью сельской и жизнью городской, между порядками, которые существовали в городской и в сельской среде, между языком, о котором разговаривали городские и сельские жители, я сейчас не говорю о сословиях уровня образования и так далее, это пропасть пола-классальна. И возможность смычки города и деревни или ее невозможность, о чем мы поговорим в дальнейшем, тоже одна из важнейших тем женской прозы. Ну и разнообразные проявления социальной несправедливости, к которым были чувствительны и женщины-писательницы, о которых сегодня пойдет речь, и к которым мы могли оставаться равнодушными героини их романов, эти проявления тоже, конечно, очень выпукло выглядят на страницах женской революционной прозы. Я не поясняла конкретно, о каком историческом периоде идет речь, и хронологически никак не уточняла, только сказала, что в целом, да, действительно, мы начинаем с периода после декабристского восстания, но сегодня, учитывая этот факт, что продолжительность и формат лекций не позволяет рассмотреть весь всех писательниц огромное количество женской прозы с последней третьей XIX века до Великой Отечественной войны, мы, конечно, главным образом будем фиксироваться на прозе, начиная с X-х годов и, в особенности, на прозе XXX годов, на всем, что было написано после XVII года. Мы практически не коснемся просто революционной, хотя там есть, повторюсь, очень жаль, что мы это сделаем, потому что у нас есть очень интересные, очень интересные примеры и очень любопытная мемуаристика, например, Вера Фигнер «Народоволк» у нее все-таки мемуары, запечатленный труд, причем вполне можно было бы отнести к женской революционной прозе, но мы об этом не будем говорить, мы будем говорить о доставинском таком периоде, не пропускать детские воспитательные романы, Виньяну, проза, посвященную детским и юношеским годам Маркса, была вот такая, в советские годы. Так, вот, поговорим в основном, значит, о том, что было написано после семнадцатого года. И, я не знаю, может быть, в некотором смысле, предваряя вопросы, которые возникнут потом, я все-таки на них отвечу, для чего, как мне кажется, не просто кто-то недавно задал вопрос, зачем ты все это читаешь, для чего читать женскую революционную прозу, особенно про социалистического канона, который, как мы знаем, далеко не всегда отличается художественным изяществом, и может показаться иногда однообразной, топорной, предсказуемой. И я, конечно, думала, для чего я это читаю, зачем я это делаю. Вот, и на эти вопросы мне бы хотелось ответить. У меня тут несколько аргументов. С одной стороны, мы знаем, что история постоянно переписывается. Я уже упомянула о буклектике, которую можно встретить тут и там, например, на художественных выставках. Вот. И при переписывании история очень часто сглаживается, из нее как бы изымаются те самые внутренние противоречия, которые для меня представляют наибольший интерес. И в литературе, как мне кажется, они как раз сохраняются. И если навострить глаз, их можно с легкостью увидеть. Вот. Во-вторых, читать это все нужно, можно, нужно и увлекательно, потому что с помощью этой прозы мы понимаем, как менялись представления людей. чем они отличались от наших, а насколько быстро они менялись, настолько ли быстро, как хотелось им самим, их современникам, настолько ли быстро они менялись, как нам кажется сегодня. Вот. Во-вторых, для того, чтобы, и в-третьих, для того, чтобы восстановить, некоторым образом восстановить историю наших собственных предрассудков, наших собственных Понять, откуда растут ноги, корни, где лежат корни наших представлений, стереотипов, ценностей, вещей, которые мы считаем самоочевидными и считаем самоочевидными для других. В-четвертых, мне тут есть интерес гендерного исследователя, потому что, занимаясь женским революционным романом, мы можем посмотреть на ту новую роль, которую отводилась женщине в революционные и постреволюционные годы, и на то, как происходила ее эмансипация, происходила ли она, какие трудности с ней были связаны. И сможем ответить на вопрос, а так ли была свободна женщина в постреволюционный период, в те же 20-е годы, которые, как мы знаем, огромное количество молодых людей очень любят, обожают их эстетику, и этот период чрезвычайно продаваемым является и в России, и на Западе, так ли было все весело, хорошо и замечательно, так ли много было свободы, и что за этой свободой скрывалось. Вот. Ну что, давайте уже... А, да. Не рассказала про Эдсилайт. Несмотря на то, что я обещала, что не буду говорить о романах, как литературалет, все-таки какие-то художественные, жанровые и прочие особенности, транско-революционные прозы я выделила. Они относятся... Из-за особенностей относятся не ко всем, но к подавляющему большинству произведений, о которых я сегодня упомянула. Это все-таки реализм, несмотря на то, что многие авторки, о которых сегодня пойдет речь, они прямой наследовали символизму, и там были знакомы с Мережковским, Андреем Белым, и вообще очень уважают символизмскую традицию, все-таки женская эволюционная проза, это проза реалистичная, от такого документального журналистского стиля, многие из женщин, о которых еще не скажу, были корреспондентами, работали в газетах, смотрели в производстве участок и так далее. Вот, до исторического романа все это, в общем, реалистическое проза. Во-вторых, несмотря на то, что я назвала лекцию революционным романом, это зачастую короткая форма, повесть, рассказ, очерк и так далее. Вот, в-третьих, эти романы, как правило, написаны достаточно простым и доступным языком, потому что для многих из них цель их написания заключалась в, ну, скажем, скорейшем распространении знания, ценностей, смыслов, которые в этой прозе присутствовали. Поэтому они написаны достаточно просто. Авторская позиция присутствует, и, по крайней мере, всегда можно вычленить. Даже если она проблематична, эту проблематичность тоже хватит. Связь с личной и политической историей, и установка на социальное преобразование. И первая героиня, о которой я скажу, может быть, да, вам покажется ее появление несколько неожиданным. Я обещала, что не буду говорить о дореволюционной прозе, но мне очень хотелось рассказать о Ковалевской, поэтому я все-таки ее упомяну. Да, все мы, да, нам знакомы, все знают ее как выдающегося математика, что это первая женщина профессора в России, что она стала первым профессором математики, женщиной-профессором математиком в мире, но мало кто знает о ее литературных опытах, которые даже, наверное, несколько уничтожительно было называть исключительно опытами, потому что, несмотря на небольшое количество, это очень достойное произведение, оно написано прекрасным языком, и Ковалевская... Тоже я вспомню несколько биографических фактов. Да, Ковалевская посвятилась в своей жизни математике и преподаванию, но при этом она всегда сочувствовала революционерам-социалистам. Ее сестра и муж сестры были участниками Парижской коммуны, и даже после, собственно, поражения Парижской коммуны в 1871 году она отправилась в Париж ухаживать за раненым. И вообще революционные кружки занимали всяческие ее воображения, ее само очень тяготило, что ей пришлось вступить в фиктивный брак для того, чтобы поехать обучаться математике на Запад, для того, чтобы... Ну, в России женщина в то время могла получить высшего образования, а на Западе для того, чтобы уехать в Западную университет, получить паспорт, разрешение на выезд, и ей нужно было согласие мужа или отца. Так как родители не хотели, чтобы она продолжала заниматься математикой и наукой, ей пришлось выйти замуж, был фиктивный брак для того, чтобы заручиться разрешением мужа и продолжить обучение. Вот, и ее подруги на самом деле над ней всячески посмеивались, что она вот вступает в такой брак по расчету, поступает непринципиально, и ее это, конечно, всячески тяготило. И я тут упомянула, кажется, все ее произведения написаны по-русски. Она еще писала на шведском, она же в Стокгольме преподавала и жила. У нее есть несколько произведений написанных на шведском, они не переведены. Я тут говорю о четырех произведениях. Это биографический рассказ, очень короткий рассказ, такая хроника в ученой жизни. Воспоминания детства очень интересная. Мемористика, об ее интеллектуальном становлении, о том, как она жила в деревне, об ее учителе, о том, как она заинтересовалась математикой. Есть у нее неоконченное в повести Чернышевском название специально взятое в такие скобки-кавычки, потому что это не ее название, но вроде как она должна была ее так назвать, эту повесть. Самый любопытный, пожалуй, текст, это ее повесть «Нигилистка», которую я всем советую почитать, она доступна везде, в интернете, запрещена в дореволюционный период, в 92-м году ее никовали за границей. И там как раз речь идет о... есть главная героиня, которая очень похожа на саму Ковалевскую, молодая женщина-ученая, которая возвращается в Петербург после обучения в западном университете. Вот. И есть ее подруга Вера, который был в деревне учитель, в которой она, в свою очередь, эта Вера была влюблена, заразилась с него социалистическими взглядами, он был народником, они вместе мечтали о новом мире, но его, в общем, ждали полиции, и эта Вера приехала в Петербург для того, чтобы продолжить его дело и помогать кружкам политическим соединиться с ангелистами. Вот. Я не буду, наверное, портить все рассказывать, но героиня этой повести действительно такая типичная героиня-народница, полностью посвятившая всю свою молодость и жизнь другим в борьбе, готовая стоять до конца, и, в общем-то, роман заканчивается с такой нерванной повесть, она кончится с достаточно серьезной личной жертвой этой веры. Вот. Давайте посмотрим дальше. следующая писательница, которую я скажу, Анастасия Вердицкая. Сегодня немало кто знает, но любопытно, что вообще это чрезвычайно плодовитая писательница была. ее произведения после 1910 года издавались гигантскими тиражами, и даже я нашла очень любопытное произведение. В общем, спрос на книги Вербицкой в 1910 году по данным библиотеки Читалин превысил спрос на Чехова и Толстого. Почему? Кем была Вербицкая? Что же она такого писала? О чем она писала? Ну, вообще она писала много, в основном писала о сексуальной эмансипации. Вообще она постоянно хлопотала о помощи разным несчастным женщинам, хлопотала о улучшении положения женщин и девушек, участвовала в разных организациях, всю свою жизнь занималась женским движением еще до 2017 года. С восторгом там встретила она события 1905 года в ее квартире, заседала партия, заседали РСДРПП. РСДРПП. Вот. И но писала она отнюдь не о политике. Тут есть, я упоминаю один этап духа времени, в котором в каком-то смысле она полемизирует с Лениным. Вообще вся ее проза посвящена женской сексуальности. написано таким, и написано таким очень простым, легко усваиваемым языком. Такая билетристика. Я даже не знаю, если сравнивать, Вербицкая это нечто среднее, для начала 20-го века нечто среднее между Дарьей Донцовой и Мария Арбатов. И при этом у нее такие героини, которые не то, что даже ищут себя, они ищут куда деть свою необузданную сексуальность. Они себя осознают как таких привлекательных женщин, которые пышут здоровьем, как с ними со всеми быть. есть ее роман «Ключи счастья». В 1910 году он был написан как раз о такой женщине. Начинается роман тем, что женщина едет в поезд, ей нравится, безумно нравится ее попутчик, то есть с ней едет в купе, потом он куда-то сходит на одной из танцев, там все ночью мучается желанием попутчику, на полустанке выходит знакомиться с каким-то мужчиной с соседним в купе, он тоже начинает стража стремительно заглудевать ее воображением, и при этом эта женщина художница, то есть в общем-то ее вся жизнь не сводится к кокетству и к флирту, нет, она очень любит рисовать, она занимается поиском красоты, но ее необузданная сексуальность и представление о прекрасном, неразрывно связанном друг с другом, и ко всему она относится так очень легкомысленно, за что сразу же получают порцию критики от других женщин, кстати, героиня, героиня ключей шествия, она именно такая, когда этот роман вышел, он просто имел безумную популярность, ее все читали, все обожали, конечно же, он тут же вызвал критику и споры, почему, значит, с Вербицкой читают больше, Долстого и Чехова, при этом любопытно, что сама Вербицкая не считала себя таким билетристом, который пишет роман развлечения, она считала себя настоящим идеологом, свою литературную работу рассматривала как такое оружие, как орудие борьбы за женскую эмансипацию, вот в Духе Времени я процитирую, она призывает новую женщину наполнить жизнь упорным трудом над развитием своей личности, идеей, искусством, выработкой миросозерцания общественными интересами и общественной деятельностью, вот, поэтому она отрицает идею брака, значит, что это все мешает женскому саморазвитию, мешает ее, конечно, сексуальности, сексуальность, по-видимому, саморазвитию только помогает, вот, и, несмотря на то, что она, например, брак отрицала, она была совершенно не против материнства и детей, главное, чтобы это не мешало творческой эволюции, саморазвитию и сексуальной свободе, но так или иначе в 24-м году ее запретили. Понятно, почему ее запретили, все-таки ее персонажи, они это такие образцы либерального феминизма в худшем его изводе, женщины-гедонистки, они очень любят себя, очень любят, причем себя любят и за собственные умы, за собственную красоту, они не жудалистки, они пекутся, а исключительно о своем благе и счастье. Но при этом, а может быть мы после лекции, да, вот, но при этом все-таки отвербинской, измена то, что ее можно запросто отнести к такой эротизированной билетристике, очень важно упомянуть, потому что это все-таки литературный феномен, и не только потому, что она хорошо читалась и писала о таких как бы запретных горячих темах, а потому что в общем она собой представляет демократизацию литературы, фактически с нее начала появляться такая женская, массовая женская проза. Вот. Пойдем дальше. Следующая писательница Лариса Рейсна, это очень важная фигура вообще для истории русской революции, не только для литературы. Ее обычно упоминают вместе с Энессой Арманд и Надеждой Крупской, как таких трех валькирий русской революции. При этом Надежда Мандельштам вспоминала, что Рейснер всю свою жизнь хотела создать новую женщину революции, новую женщину. Она, к сожалению, очень рано умерла, как мы здесь видим, но, несмотря на то, что она оставила в таком немом возрасте, она успела довольно много сделать, много где побывать и много увидеть. Вообще, есть такой интеллигентной семьи, при этом ее отец профессор права, мать вообще аристократка, но при этом ее отец читал лекции рабочих, брат с юного возраста увлекался социал-демократическими идеями, поэтому они все дружно, семейно восторженно приняли и февральскую революцию, и октябрьский переворот, вот, и Рейсина очень интересовалась политикой, она посещала в качестве воиново-слушателей лекции по истории политических учений, вот, и параллельно заинтересовалась литературой, некоторое время она была возлюбленной Николая Гумилёва, вот, и с одной стороны она посещала лекции по истории политических учений, с другой стороны она захаживала в литературные салоны, первая её такая проба пера, это вообще её текст под названием «Женские типы» Шекспира, вот, а потом она полностью переключилась на революционную тематику, она не просто вступила в большевистскую партию, она ещё стала комиссаром Балтфлота, вы можете здесь представить такую всю молодую девушку и матросов, но всё, что она видела, она была комиссаром, она была на юге и участвовала в гражданской войне, она ездила вместе со своим норманом, она ездила в Гамбург, когда было гамбургское восстание, которое потерпело поражение, вот, она ездила на Донбасс, она какое-то время прожила в Афганистане, и у неё есть также тексты, посвящённые её самоощущению и миру, так скажем, восточной женщины, и краниальности, вот, в 25-м году незадолго до смерти она бьётся даже за историческое полотно и заканчивает писать роман портрета декабриста, вот и да, я упоминаю о производственном романе, достаточно рано для появления производственного романа, 25-й год, она действительно ездила и на Урал, и на и в шахты Донбасса, и по итогам такой мастер-почерка была, возник вот этот роман Уголь-Железо и Люди. И Равесна, конечно, очень интересно тем, что её жизнь, её позиции, её увлечения, её образование, её литературные опыты, её литературные опыты не просто тесно переплетены друг с другом, вообще представляют собой образочек такой невероятной ценности. Вот. Давайте посмотрим дальше. следующая писательница Ольга Форш. Очень любопытный тоже персонаж, она осиротела, воспитывалась в училище для сирот, потом она путешествует, помогает голодающим, учится живописи, литература её тоже интересует, всячески она, значит, ищет себя. и вот эта тема поиска себя, поиска с одной стороны личного, с другой стороны поиска творческого, потому что она очень увлекалась живописью, играла уроки живописи, она активно участвовала в жизни художественной, богемы, и при этом интересовалась литературой, она тоже была знакома с Андреем Белым, с Миришковским, с Сологубовым, и все они поначалу на неё оказывали кикарское влияние, она очень она общая связь, очень увлекалась символизмом, мистицизмом, даже оккультизмом какое-то время, но потом вот её внутренний поиск остановился на нескольких темах, которые с революцией внутренне связаны. Эта тема свободного внутреннего поиска, поиска и жизни творческого человека, в революционное и постреволюционное время. Очень любопытно у неё есть рассказ, ранний рассказ Марфушкин круг, изначально он наносил название Поголовьи, но в 18-м году был описан. Там вообще центральный образ 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 лошади Марфушкин, который ходит по кругу. И последняя мысль героя, её зачитаю, нужно разбить Поголовщину, округлиться и стратиться на тезодчих великого здания. Что такое Поголовщина, слово, которое придумывает самофорж, оно обозначает нивелированность человеческой массы. И вот это движение по кругу, из которого человек никак не может вырваться и найти себя, ей было очень понятно и очень близко. И дальше она уже приходит к темам гражданской войны, к историческому роману. Пожалуй, исторический роман действительно огромный заслуг у Форжа. Она очень активно включается от работы и в какой-то момент она продолжает заниматься живописью, полностью переключается на исторические романы и мне кажется во многом благодаря ей этот жанр так укрепился на территории литературы. Очень выпытный роман «Дед и камнем» о реальном он построен вокруг реальной фигуры реального революционера Михаила Бейдемана. Но любопытен он не тем, что он представляет собой шестерва сделан под исторической реконструкции событий определенных. Тем, что читая его можно увидеть, что несмотря на то, что все эти женщины те, которые я уже упомянула, те, которые еще скажу, были так называемыми попутчицами революции. Попутчик это такое слово из пост-революционного революционного и пост-революционного слоя кажется, его придумал троцкий. понятно, да, они поддерживали революцию. Так вот, несмотря на то, что они попутчиц революции это не означает, что все они верили в одно и то же и видели мир будущего одинаково. Более того, совершенно не означает, что их герои, околтелые революционеры или героини с такими гомогенными одинаковыми взглядами. Наоборот, взгляды героев и позиции могут, они колеблется от умеренно реакционных до вертикальных. И вот в этом романе «Зятый камень» вообще повествование ведется от лица божилого офицера который предал своего друга Бейдемана революционера на такая исповедь на весь страниц которую на закате своей жизни герой офицер написал но он всю жизнь был убежденным анархистом и несмотря на то, что пишет он эту исповедь уже в постреволюционное время он ничего не понимает о том, что произошло и да, кажется, что может быть он усомнился в своих монархических взглядах но по большому счету он до конца жизни остается консерватором русским офицером и сказать, что он вообще приветствует революцию нельзя это крайне любопытно вот что еще про Флор сказать очень интересно как напишет о фигуре художника есть у нее например такой роман сумасшедший корабль насколько мне известно самое популярное произведение там она пишет про первые постреволюционные годы жизни такой ее литературной богемы в общежитии дома искусств там угадываются фигуры Андрея Белого Блока Горького и очень попытный текст но советские критики его не приняли они его восприняли как защиту искусства и литературы от революции вот хотя вот да у нее есть там и производственный такой текст горячий цех в общем достаточно разнообразная правда и если кто-то особенно интересуется соблюдительным искусством то фигуры форш очень интересные в этом плане посмотреть ее тексты достаточно много и все они доступны следующая фигура наверное наиболее известная своей связью тесной с революцией Александр Калантай мы знаем там они человеки которые а дата от рейснер да ты говорю от рейснер от рейснер да конечно гораздо позже от рейснер это внутренний корректор не справился с этой задачей но я думаю что даты жизни Калантай каждый из нас может проверить в википедии вот в любой из других источников вот в общем Калантай мы знаем как женщине после женщине которая в своей жизни положила на политическую борьбу даже отказалась от мужа и ребенка потому что все это мешало ей заниматься революцией женщине образованной владевшей огромным количеством языков она училась в Цюрихе в Англии она изучала рабочие движения в 1905 году стало первое общество взаимопомощи работницам ну вскоре вынуждена была там эмигрировать до февральской революции в 1912 год потому что заодно из ее брошюр ее начали преследовать обвинили в призыве к вооруженному восстанию вот и да после февральской революции она возвращается активно включается в агитационную борьбу посвящает себя значит борьбе за равенство прав женщин и мужчин борьбе с неграмотностью среди женского населения занимается всяческим информированием выпускает огромное количество статей эссе о новой женщине общество и материнство о любовь и новой мораль один из самых известных кажется ее текстов семья и коммунистическое государство еще есть такой потом она включается в работу жен отделов или жен советов они там в разное время по-разному назывались когда женщины приходили вот в это смотре время женщины приходили обращались с какой-то проблемой возникшей у них на работе в семье с мужчинами с подросшими детьми и могли посоветоваться с кем-то получить услышать слова поддержки обсудить что у них происходит в том числе обсудить с точки зрения новой морали вот не знаю как поступить вроде бы так надо я чувствую иначе а вы что думаете такой маленький совещательно-консультационный орган вот и Калантай собственно этим я уже занималась какое-то время до того как занялась дипломатической работой и некоторые ее художественные тексты здесь я упомянула только художественные ее произведения они как раз построены либо написаны либо по мотивам истории которые она слышала уже на делах ну либо создают такую ситуацию например для страниц текст там как раз по данной ситуации разбирается и Калантай говорила что советская власть первая в мире власть которая взяла мать и ребенка под свою защиту ну то насколько этот тезис спорный можно увидеть даже в самих произведениях Калантай советская власть сделала очень много для того чтобы взять женщину и ребенка под свою защиту но к сожалению женщина и ребенок отнюдь не чувствовали себя защищенными новой советской Россией и один из самых любопытных ее текстов как мне кажется Василия Самалыгина это повесть о женщине которая участвует в гражданской войне потом активно занимается всякой общественной работой участвует в строительстве и облагораживании дома коммуны сталкивается со всяческими трудностями кто-то ее не понимает но при этом она не теряет значит веры в новое лучшее будущее делает все что в ее силах свято верит в любовь и коммунизм и НЭП и когда когда начинается НЭП она видит своего мужа к которому она относилась как к товарищу такой любил его такой глубокой товарищеской дружеской любовью который превращается потихонечку превращается в НЭП он водится с разными людьми которые ей неприятны их поведение их стиль жизни их демонстративное богатство на фоне общей нужды и голода ее всячески возмущает она пытается понять почему он так делает ее всячески жалеет оказывается что ему надо водиться с разными женщинами чтобы от других НЭП не отличаться ее это даже нисколько не задевает личной лично драма по сравнению с драмой такой дружеской что он ей не доверяет он ей об этом мало рассказывает и она не понимает почему такое происходит почему он берет и запросто придает свои идеалы а вот она нет почему у них такой разлад возник это ее беспокоит гораздо сильнее ну и в итоге пыль заканчивается тем что она уходит отпускает его к другой женщине чье поведение и внешность как она считает и представление о любви больше соответствует его потребностям на тот момент и узнает о том что она ждет ребенка при этом для этого у них с мужем никак не было детей поэтому не переживали и пыль заканчивается тем что она скачет по квартире прыгает взявшись за руки своей подругой радуясь этому событию что это новая жизнь ребенок что она сама с ним справится будет новый мир новый человек и она чувствует себя просто безумно счастливой радостной и кто-то может возразить и сказать что было иначе было пролито немало женских слез женщины сделали огромное количество абортов в те годы потому что жизнь была тяжелой голод голод совершенно новая бытовая реальность к тому же аборт легализовали к тому времени все это было тяжело и трудно и многие женщины вообще занимались какой-то общественной деятельностью и пупагодистки агитационной например деятельностью они просто не заводили семью причем кому-то и не хотелось этого делать а кому-то хотелось и сама же Калантай бросил мужа и ребенка для того чтобы посвятить себя революции вот мне кажется что этот образ усилия Смолыгиной он невероятно важен как образ идеалистический как образ той женщины которая и возможно сама Калантай и многие женщины приветствующие новый быт и новую жизнь образ женщины которой каждой из них очень хотелось стать но стать ей было крайне проблематично вот давайте посмотрим дальше мы Даша Ген тоже вам всем знакома из самых известных писателей социалистического канона философия тоже очень любопытная биография она изучала философию давала эстетику была корреспондентом различных южных планет она какое-то время жила производство ездила за всем наблюдала в ранние годы тоже увлекалась символистами немецким романтизмом фигургиот ее очень интересовало это событие отразилось на ее в общем текстовом производстве так скажем она громое количество критики вызывала еще в то время еще такая когда была жива потому что она писала ему вероятно много много по-разному о чем угодно и поэтому книги выходят большими тиражами и поэтому в общем над ней подшучивались что ей все равно о чем писать лишь бы писать обвиняли ее в такой графомании вот она была одним из авторов Ленинианы но мне особенно интересны мне кажется ее ранние тексты которые посвящены вот этой перемене с которой сталкивается женщина в революционный и постреволюционный период причем перемене проявленные даже не в каких-то проявленных в каких-то обыденных вещах маленьких но в перемене тотальной которая падает на женщину мужчину и женщина просто не может с этим справиться для нее это шок есть у нее такой небольшой рассказ где я где женщина кажется чуть-чуть за сорок она взрослая дочь она возвращается в родной город и она случайно в библиотеке находит книгу своей юности в этой книге обнаруживает старую записку которую она когда-то будучи молодой девушкой писала своему возлюбленному и она не сразу даже узнает что это была она то есть ей записка кажется смутно знакомой она не понимает почему это ей так все беспокоит и потом она понимает что это была она она находит этого своего возлюбленного она даже не узнает сразу хотя он не узнает и осознание того как изменилась жизнь как изменилась она сама ее так сильно тяготит что она умирает она смотрит в зеркало она не может себя узнать она вспоминает о том какой она была до гражданской войны какой она была в юности и не понимает куда делась та девушка но мне кажется здесь как бы главный не такой не возрастной мотив а именно социально-исторический потому что жизнь ее изменила так сильно что себя узнать она не может сложно сказать испытывает ли она какую-то тоску по себе молодой кажется что нет по крайней мере по тексту этого не чувствуется скорее радикальность переменную и невозможность себя узнать текст как называется где я его так поражает вот и еще один любопытный очень текст приключение дамы из общества в 23-м году был написан о женщине жене дипломатического работника с которым она находится в Австрии во время начала Первой мировой войны и муж ее последовательный монархист в результате после революции он сбегает оставляя ее в одну сбегать в Европу вот она остается так ее она не всегда зачувствовала монархическим взглядом своего мужа у нее была подруга социалист с которой она познакомилась в Цюрихе и какое-то время там с ней состояла в переписке всячески полемизировала но вот когда в после революционного времени муж ее бросает никаких новых друзей ее нет она оказывается лицом к лицу там с совершенно новой ситуацией с детьми которые остались от ее соседки соседка умерла она думает только о том как прокормить этих детей и это становится смыслом моей жизни и вот как она постепенно принимает революцию пропускает ее через себя проживает ее и несмотря на очень тяжелую жизнь начинает ее любить она идет на какой-то субботник несмотря на то что у нее болит спина она участвует в быстрее какой-то дороги дороги да дороги и вот она впервые испытывает чувство причастности коллективу чувство принадлежности к какому-то большому делу которому чего она была лишена когда вела богополучную жизнь замужней дамы из светского общества и она не просто принимает революцию а начинает ее любить вот есть еще три фигуры которых я хочу упомянуть буду подробно о них останавливаться но если тема женско-революционный проза вас интересует можно их посмотреть это Мария Марич Лидия Сихулина и Вера Китлинская Мария чуть симпатична такая скромная писательница и все ее ранние у нее есть очень известный не рассказ а роман Северное Сияние но самыми любопытными в контексте нашей темы кажется ее ранние рассказы где как раз присутствуют очень разные женские типажи там есть женщина с социалистическими демократическими взглядами как меняется ее жизнь ее судьба как она принимает революцию теряет сына мужа что с ней происходит и как она в юности возила колокол Герцена своему мужу и вот революция случилась как она все это переживает насколько это соответствует ее ожиданиям что происходит в ее жизни есть тема крестьянской женской истории и сельской жизни как она меняется когда там женщины пускают своих мужей работать на заводы на заработок вот и они познав совершенно другую жизнь не хотят возвращаться или возвращаются и хотят развода или возвращаются и говорят ну так и так у меня жизнь в городе милее тебя с собой не лазим вот я даже не понимать почему тут происходит эти женщины да и в общем мужчин сельских которые уходят работать на завод им самим сразу не совсем понятно почему они так делают потому что перемены настолько радикальны и что-то в их что-то в их новой жизни их привлекает а что толком объяснить они не могут в общем для того чтобы понять речь можно почитать здесь и фулина довольно но писал но самая популярная ее речь это повесть веренея по мотивам которой была поставлена пьеса ее очень часто ставили в ранне советское время очень любил луначарский он говорил что готов веренею ставить в каждом втором театре действительно эта повесть интересная но интересная не своей тематикой в центре значит такая революционный женский этипаж молодой женщины которая вышла из старообрядцев вот и противостоит всей деревне еще до революции она особенно интересна своим языком потому что это такой сельский очень колоритный язык изобилующий огромным количеством словечек которые где-то остались глубоко в такой крестьянской культуре которая конечно советская политика просвещения все все вытянут там в случае это было безоценочное высказывание но правда язык этой полис очень интересный и есть еще Вера Китеринская она активно занималась пропагандистской агитационной работой о комсомольских ячейках писала доклады и вообще она была корреспондентом комсомольской правдой вообще занималась таким производственным романом социалистическим но относительно ранней повести сетеватом Мичурина как раз о комсомольцах и о том как молодые женщины работницы комсомолки переживают новый быт новый гендерный порядок это все персонали о которых мне хотелось рассказать но наиболее интересным как можно было подумать о вступительной части моего выступления у меня здесь было конечно не сюжеты не особенности языка этих текстов а то как они связаны с историей и как к этой истории можно подступиться смотря через используя эти романы в качестве критической линзы туристической оптики поэтому переходя к проблемам о которых мы начинаем задумываться соприкасаясь с этим обширным литературным нарративом мне бы хотелось вспомнить просто исторический контекст кратко про новые декреты которые появились в 17-м году регулировали рабочий день и оплату труда значит регулировали брачные отношения упрощали их естественно не нужно было никакое обмечание даже знаю что для того чтобы развестись в каком-то в общем в 20-е годы достаточно было послать открытку по почте и с уведомлением развод уже считался регистрирован если создавать для того чтобы освободить женщин от нечанского быта и вовлечь их во все производство жена делала женсоветы в деятельности которых участвовал колонтай нечанского пресса сексуальное посвящение пропаганда новой любви но Конечно, имеет смысл сказать в связи с Калантай, хотя, конечно, о новом бытии новой семье написал Моначарский и Троцкий, но благодаря Калантай появились понятия «любовь-игра» и «эротическая дружба». Что это такое? Это две формы новой любви, которые по её самому слову... Это были совершенные формы любви. Которые должно было принять человеческое чувство в новом мире. С одной стороны, это эротическая дружба, это достаточно глубокое чувство, товарищеское, оно такое продуманное. Это не просто желание соединить свою жизнь с жизнью какого-то другого человека. Это в первую очередь общность взглядов, установка на понимание, может быть, не общность интересов, но, по крайней мере, готовность друг друга слушать и понимать. Это дружба и товарищество, которое становится таким фундаментом. А с другой стороны, появилась любовь-игра, как раз предельно легкомысленная форма межгендерных отношений, которая включала в себя, возможно, и сексуальные отношения, но без обязательств. И еще я не упомянула о моде на андрогенность. Мода на андрогенность в данном случае формировалась, с одной стороны, под влиянием моды салона еще 20-х годов, идущей из Европы, где, помните, женщины в таких платьях, которые не подчеркивают фигуру, а наоборот ее скрывают. Женщины были вынуждены всячески своей формой, значит, утягивать, и они стриглись, курили, и должны были быть похожими на мальчика. А с другой стороны, модная андрогенность была бы условлена конкретными потребностями. Гражданская война, когда в кружевах на коне ты не поскачешь, участие в производстве, в работе на заводе и так далее. И как, учитывая все эти вещи, должна была измениться жизнь женщины? Женщина должна была отказаться от мещанства, от старых предрассудков, от сексуальной закрепощенности, от, значит, представлениях, таких старых представлениях о морали. Все это считалось пережитками прошлого. Должна была приветствовать новые формы половых отношений, в них активно, радостно вовлекаться. Наконец, ощутить себя равным мужчине, всячески углублять свое сексуальное знание и раскрепощение, включаться в женские организации, читать прессу, работницу, крестьянку, коммунистку и так далее. Участвовать в низовой борьбе за гендерное равенство в сети. Маленькие организации, заниматься общественной работой и вообще воплощать с собой новый образ героини, бойца и товарища. Так должна была измениться жизнь женщины, и этого хотела большее количество женщин, хотела Каландай, хотели многие другие. Давайте теперь посмотрим, как же эта жизнь изменилась. Изменилась она так или нет? Это изменение, которое рисовалось в брошюрах, выглядело очень последовательно и соответствовало духу эпохи. Действительно, преследовала их исключительно благие цели, но означало возникновение у женщины громого количества индивидуальных вопросов. Это, например, вопрос по поводу того, что она должна испытывать, какими чувствами руководствоваться по отношению к мужчине. Глубокое чувство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!